Накануне вечером я пришел домой, что надо уходить в лес. Мама меня не спустила, сказала, что будет с нами, то будет с тобой. Я думаю, мама надеялась на то, что фашисты не будут детей и женщин расстреливать. Моя старшая сестра вышла из дома к соседям зачем-то. Приходит, говорит, немцы, полицай всех выгоняют из домов. Не прошло и 10 минут, это было уже где-то, уже рассело, два полицаи заходят к нам. Одевайтесь, выходите из дома. Мы оделись кто как мог. Я, мать, четыре сестры. Нас всех собрали в саду райисполкома. И была данная команда собираться только по 100 человек. Составили поблизительно 7 команд. Около 12 часов первые 100 человек вывели из сада райисполкома. И куда мы не знали. Я оказался где-то в четвертой сотне. Тех, которые вы вводили до нас, назад не возвращались. Вы все поняли, что это конец. Нас повели тоже впереди два немца и полицай. И сбоку по два полицая. И сзади два немца с собакой. Подходя ближе, мы увидели, что там стоят мотоциклы с немцами, с пулеметом. За ними стоят полицаи. А за ними какая-то машина стоит. Нету танк, нету трактора. И мы, когда туда подошли, мы увидели щиты такие. И нас, эти 100 человек, три щита было, начали гнать, чтобы быстро навылись на эти щиты. А сзади, мы уже заметили, была такая яма большая. В яме мы уже увидели. Одним глазом было видно, что там лежат убитые. Но как их убивали, мы еще не знали. Мы еще не знали. Я дрожал. Было не то, что от холода. Как-то трясло меня все. Но что я заметил, все люди, которые стояли, все евреи, которые стояли на этих щитах, у всех были белые лица. Видимо, тогда же, видимо, у всех стали волосы тоже белые. Может, длилось это не больше двух минут. Потом послышалась команда на немецком. Трактор загудел. Я почувствовал момент сильнейший удар в ноги. Все, и больше ничего не помню, что было дальше. Захотелось мне дышать. А дышать не могу. Захотелось двигать ногами. Ноги не двигаются. Руками тоже не двигаются. Но я понял, что я живой. Я начал понемножку двигать руками, ногами, насколько мог. И когда немножко освободился, я смог выбраться чуть. И увидел, что все лежат убитые. Яма, в которой я лежал, была очень глубокая. Но надо мной было еще метро-два высота. Как же вылезть с этой ямы? Я начал подбирать мертвое тело, кого поменьше, кого мог подвинуть, и таскать руками к стенке ямы. Так где-то, может, не меньше часа я потаскал тело, делал себе ступени. И ступень я мертвое тело сделала где-то не меньше, чем на метр, я думаю, или полтора. И руками взялся за краями, вытянутся немного, выпал наверх. Несколько дней я прятался под печками то в нашем доме, то в соседних еврейских домах. А узнал, как был я убит и все остальные только через две недели, когда я был в партизанском отраде, когда стало известно, что в Любовне гетто ликвидировали электрическим током. Вот тогда мне стало понятно, что за танк, что этот трактор стоял слева, что, оказывается, это стоял генератор высокого напряжения. Как вы выжили? Что вас спасло? И они стали спрашивать, как ты был одет, и все, я говорю, был одет в ботинках и галоши над ними. Он говорит, тогда все понятно. То, что ты был в галошах, это тебя спасло. Вы не боялись, что немцы узнают, что кто-то спасся, потому что вы оставили после себя такую трагическую лестницу из погибших? Я об этом даже не думал, потому что я знал, что когда нас собрали в саду райисполкома, в гетто никого не осталось. Гетто никого не осталось, что все погибли. Хорев 1941-42 аякар бомиухад. Бомкамот рабим цанкает температура метахат ламинус 40. Бакрафал-Москва Нехал הצבא הגермании от התפоса הראשונה метחילת המלחמה. В сетхе-макбоши, кулал Беларуси, немшек הרцах הטוטלי של יהודи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова